Сегодня НЛ — это компания, которая на рынке не просто заметна. О ней уже давно ходят легенды, и самая главная легенда, как о безусловном эксперте. Потому что на НЛ ориентируются, за ней следят, ее очень часто повторяют и копируют, давайте не будем скрывать. Но так было не всегда. Каким образом компании удалось стать экспертом? Каким образом эксперт становится безусловным авторитетом? Все эти вопросы лучше задавать суперпрофессионалу. С ответом на вышеупомянутые вопросы на этой сцене Роман Товстик! Роман Товстик Вы здесь? Так, еще раз всех с праздником! Мы начинаем! Ребят, сама дата 20-летия компании, конечно же, она заставляет обращать внимание на прошлое, на прожитый путь. Сейчас показали видеоролик, как было, стало. На самом деле там нет еще двух эпизодов, когда там было до того, что вы видели, было. Вот. И следующего эпизода как будет после того, что вы видели. Вот этот эпизод нам придется вместе с вами нарисовать. Так вот, когда мы обращаем внимание свое в прошлое, не важно, в компании, в жизни, всегда старайтесь из прошлого вытащить огонь. Не пепел, а огонь. Смотрите на свой прожитый путь, который вы проходили. И ищите те моменты, которые вас будут зажигать, чтобы вы в будущее переводили энергию, энергию, энергию. Вот. И, конечно же, стоя в этой точке 20-летия компании, с одной стороны, мы прошли 20-летний путь, и все про это сейчас говорят, и мы не можем про это не говорить. С другой стороны, мы стоим на пороге третьего тысячелетия, третьего десятилетия. Да, третьего тысячелетия. В НЛ третье тысячелетие, да. То есть мы наполнены энергией, мы наполнены энергией начала, у нас много вот такого момента сейчас. И я вышел на эту сцену, у меня есть 15 минут, и я хочу эти 15 минут посвятить нашей гордости, погордиться за наш бизнес, за нашу компанию, за тот прожитый путь, который мы прожили. И осветить какие-то моменты, которые, чтобы вы стали более очевидными, яркими, что ли, акценты поставить. Скажите, а в этом зале, мне просто уже стало интересно, есть люди, кому сегодня 20 и меньше лет? Можете похлопать? 20 и меньше лет. Вот, целяете, да? То есть в тот момент, когда вы только родились, была рождена компания, да? Тем, кому сегодня 30 лет, например, да? То в тот момент, когда мы зарождали компанию, начинали ее делать, это были 10-летние дети, скажем так, да? Ну, такие подростки. В общем, время идет быстро, и человеческий поток приходит очень-очень много к нам. Итак, значит, что касается нашего бизнеса, конечно, так было не всегда. То, как вот сейчас выглядит компания. И раз уж прозвучал вопрос экспертности, как мы становились экспертами в сетевом бизнесе, вот это направление, то первое, что я хочу вам сказать, что есть такая база, фундамент. Когда здание строится, закладывается фундамент, и этот фундамент должен быть прочный, правильный. На него не надо жалеть время, на него не надо жалеть денег, как говорится, энергии. Его нужно обязательно сделать в этой жизни. И я считаю, что во всей истории нашей компании тот фундамент, который вот был заложен в бизнес в целом, это тот путь, который мы прошли лично как сетевики. То есть еще до начала компании мы уже получили просто колоссальную школу, большой опыт работы в сетевом бизнесе просто как дистрибьютор. Раньше сейчас менеджеры, раньше было слово дистрибьюторы. И мы были в высших квалификациях, мы занимали высшие там посты, образно выражаясь, то есть делали большие организации, зарабатывали большие чеки. И в то время, конечно, был другой мир, совершенно было все по-другому. Даже сейчас я не буду туда нырять, потому что если мы сейчас туда нырнем, мы с вами уйдем на полтора-два часа смеха, потому что то, как было тогда, сейчас это просто нереально. И тем не менее, первый пункт, который я бы хотел выделить в нашей всей истории, то что мы все действующие сетевики, я этим очень горжусь. Я горжусь тем, что у нас есть база сетевая, тем, что мы прошли этот путь, что мы знаем, как это делать, и мне не стыдно это говорить со сцены. Могу каждому в лицо это сказать, что мы это умеем делать по-настоящему. Потому что любой новичок, который приходит в сетевой бизнес, он проходит всегда три стадии. Это сначала насмешки и издевательства, потом критика, а потом уже признание. Тот же самый путь проходили мы, как и компания. То же самое. Поэтому вот первым моментом я бы выделил для себя, что мы являемся сетевиками. И это большой-большой плюс для всех нас. Огромный плюс. Дальше. Второе. Что я для себя выделил в плане экспертности? Что позволило нам быть экспертами в сетевом бизнесе? Это смелость. Это смелость, ребят. Вот в нашей компании есть такое качество, как смелость. Оно есть. Мы принимаем смелые решения. Мы принимаем те решения, которые раньше другие не принимали. Мы их не боимся принимать. И знаете, есть такое выражение, везде одна и та же история. Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. И за эти 20 лет мы принимали разные решения. Казалось бы, сумасшедшие. Но они все потом выстрелили в очень большой позитив. Так вот, первое, что мы сделали, мы открыли рынок питания. Вообще в страну мы завезли такой продукт. И нам многие говорили, что вы сумасшедшие. Что вы идете на тот рынок, на безумный рынок. Спасибо большое. Мы знаем, мы завезли Energy Diet. И в то время уже был формирован рынок. И говорили про то, что есть мощные компании, которые уверенно стоят на этом рынке. И их подвинуть было просто нереально. Но, тем не менее, мы не просто завезли этот продукт сюда. Мы создали целый рынок. Мы создали рынок заменителя питания. И потом мы сделали следующий шаг. Когда мы приняли еще очередное смелое решение, когда мы открыли свое собственное производство. И все эти года до этого открытия нам тоже говорили, что это невозможно, это нереально. Куда вы, сетевики? О чем вы вообще думаете? Потому что люди, кто занимаются производством, они должны посвящать там 20, 30, 40 лет еще только этому бизнесу и так далее, и так далее. И тем не менее, мы нашли все мужество сделать себе такой шаг. И я горжусь тем, что у нас сегодня есть профессиональное оборудование, профессиональная лаборатория, профессиональное производство. Мы делаем профессиональный продукт высокого качества, который ценится, котируется. Я сам лично был в Совете Федерации и получал эти золотые звезды за наш продукт. Это такая гордость то, что мы сделали. Сегодня мы уже открыли лабораторию. Это еще один шаг. Мы замахнулись уже на науку. Мы хотим делать научные открытия. Мы хотим делать коллаборации с разными международными лабораториями. Сейчас идет стройка этой лаборатории. То есть там все развивается дальше. В общем, мы пошли в это направление. Мы не испугаемся. Мы не боимся. Мы будем идти вперед. И бренд NL всегда будет на высоте. Это 100%. Дальше. Знаете, я очень эмоциональный человек на самом деле. Я редко показываю эмоции на людях. Всегда энергия у меня внутри. Но я еще очень хорошо умею считать и читать цифры. Читать и считать цифры. Башка мне так работает, короче говоря. Так вот, я очень верю в маркетинг. Я очень верю в систему маркетинга. Потому что тот маркетинг, в котором мы сегодня находимся, вообще компания работает, да? Он всегда будет определять жизнь сетевика. То, как он движется, то, как он идет. И здесь я с огромной гордостью могу сказать, что мы, как компания, мы являемся пилигримами. Мы являемся первопроходцами. Мы являемся первооткрывателями разных новых систем. И в тот момент, когда, вот сейчас хочу большой акцент сделать на то, что когда мы изобрели систему IDC, я думаю, кто-то помнит, когда была история, когда мы работали в обычном классическом сетевом бизнесе. Тогда, когда, сейчас я остановлюсь на этом моменте, потому что важный момент на самом деле. Когда человек брал продукт за 100 денег и своему другу, знакомому за 120, за 130 продавал, да? Вот. Эта американская система, она, возможно, нормально работает на Западе. У нас, ты был последней сволочью, которая занимается перепродажей продукта, накруткой на своих родственниках и так далее, и так далее. Ну, то есть какие-то такие были энергии. Вот. И когда мы изобрели систему IDC, для меня лично это было как открытие эпохи интернета. То есть все стало свободно. Открылись сразу же границы. Моментально. Стала одна единая цена в компании. Нет понятия, что чему-то кто-то перепродает. Мы в стране, мы, как бы, в индустрии MLM продажи сделали модными, легкими, удобными, комфортными. И у людей появились деньги. Раньше, раньше люди просто заключали контракт с компанией и всегда покупали продукт по цене компании. И это была такая фиктивная, на самом деле, прибыль. То есть никто, на самом деле, ничего не зарабатывал. Более того, почему мы открыли границы? Потому что появилась возможность дистанционной реализации продукта. У вас есть клиент в Хабаровске. Без проблем вы скидываете реферальную ссылку. Он идет в официальный магазин. Он вам не пересылает. Ну, короче, понятно, да? Это было целое открытие огромной эпохи, огромной эволюции целой индустрии. И сегодня это копируется. Сегодня это бренд, тренд и так далее, и так далее. Без этого вообще уже сложно представить компанию, да? На рынке вообще какой-то сетевой бизнес. Вот. Что такое? Кто-то шепчет. Вот. Дальше. У меня в колонке кто-то шрушит. Шпик, да? Поприветствуем шпиков. Так вот. Дальше. Какой я хочу момент отметить. Возвращаясь к нашему первому сетевому опыту. Конечно же, я до сих пор гордился, горжусь и всем говорю, что большой плюс, что компанию сделали сетевики. И это не просто то, что у нас есть сетевой опыт построения сетевой структур. Это очень сильно отразилось на тех решениях, которые мы, как собственники, принимаем, когда мы ведем бизнес. И многие люди, кто пришли из традиционного бизнеса, говорят, что мы немножко того куху, да? Потому что принимаем совершенно некоммерчески выгодные решения для компании. Но мы всей силой, я вижу, да, финансовый директор Маша головой, что постоянно с нами борется, говорит, друзья, ну вы погодите, вы о компании подумайте. Мы думаем о компании, но прежде всего мы думаем о людях. И когда мы принимаем решения, мы очень, не то, что часто, мы всегда ставим интересы сети во главу угла. Всегда. И именно благодаря такой психологии, такому взгляду, что ли, то есть мы, ну, единственная компания, я, честно говоря, не следил за конкурентами, мы единственная компания, которая сделает такое количество офисов и магазинов у нас в стране. Мы первая компания в стране, которая дала место сетевику, чтобы он проводил свою встречу не в кафе, не где-то там еще, там щемился, да. Он приходил в официальный магазин, в официальный офис, там все красиво, все брендировано. Мы вложили астрономические суммы денег в этот бренд вообще в стране. И все стали знать, что такое НЛ. В городах и регионах мы появились там. Вот, более 200 точек, если не ошибаюсь, даже больше у нас было. Потом дальше эта же самая стратегия нас попудила сделать такую программу, которую мы нашумели тоже во всей стране, это автобонус. Вы слышали, да, про нее? Это была грандиознейшая хлопушка. Это вот, я бы хотел сказать, что это первая была террация нашей новой эволюции маркетинга, когда мы врубили сверх бонусы. Когда люди начали в бизнесе получать сверх доходы. Вот так вот, раз и все. И, конечно, те деньги, которые были вложены в эту программу, они, в принципе, никак не окупались. Но мы как дети радовались, что наши менеджеры получают такие бонусы. И для нас это была просто невероятная радость. Хотя это была первая террация, там мы наделали кучу грудров, наломали. Мы сейчас ее перевели в другой уровень. Все это вы сами знаете. Вот. Но именно этот взгляд на жизнь позволил нам вот такие вещи делать. И мы будем дальше это все делать. Вот. Я бы сказал, что в этом месте наш лозунг, когда любишь, тогда не считаешь. Ну, конечно, мы не безумцы, чтобы совсем все, да? Но мы идем в эту сторону. Дальше. Я бы выделил еще такое качество наше. Дайте мне 15 минут поградиться нами. Всеми. Вот. Как стопроцентная самоотдача. За все 20 лет жизни этого бизнеса мы не отходили от дел. Мы не говорили, ну все, мы сеть построили, господа сетевики. Все, теперь это ваше. Давайте все вперед. Мы поехали отдыхать. Мы все отключаемся от всего. Мы все 20 лет были включены в бизнес. Постоянно. Мы каждый день думаем. Мы каждый день придумываем разные истории. Анализируем. Мы вот прям в контуре. Мы в тренде. И опять же, возвращаясь к маркетингу, это еще одна эволюция маркетинг-плана. Это генетическое изменение маркетинг-плана. Мы как бы меняем генетику сетевого бизнеса. Мы придумали бонус наставника. Слышали, да, такое понятие? Бонус наставника. Мы создали целый сектор в бизнесе. Вот представляете, человек приходил в сетевой бизнес, у него первый шанс был зарабатывать деньги – это в реализации продукта. Да, мы там сделали крутейшую систему EDC, у него появились деньги. Второй у него был момент – это построить сеть. Вы сами знаете, что первые чеки, они не очень большие. И чтобы дойти до нормальных чеков, нужно идти выше, выше, выше по квалификации. И вот эта пустыня между тем, когда человек продает продукт и строит организацию, не многие ее, как говорится, ну не то, что не многие, ее нужно было просто пройти. И мы, раздвинув, сделали следующий еще один сектор, тогда, когда человек может просто подписывать людей в первую линию, и уже сразу зарабатывать деньги. И второй террацией мы сделали премию бонусного наставника. Это тоже был еще один эволюционный шаг в маркетинг-плане. И тоже дало очень много денег в сети. И люди сегодня в небольших квалификациях зарабатывают очень хорошие, достойные деньги у себя в регионе. И мы этим бесконечно гордимся. Конечно же, у нас были различные другие модификации в маркетинг-плане за последнее время. За последний год мы их штук семь сделали, если я ошибаюсь, или шесть. И каждый раз все становилось лучше, лучше и лучше. В общем, я про то, что мы даем большие возможности. Мы думаем про то, как людям в этом бизнесе преуспевать. Вы знаете, есть такой анекдот. Суслик, зяблик, он встретил лося. Забегает под лося, ясненько. Выбегает из-под лося, непонятненько. Забегает опять под лося, ясненько. Выбежал из-под лося, смотрим, непонятненько. Лось говорит, Суслик, ты что с тобой? Заболел, что ли? Что происходит? Кажется туда. А он говорит, лось, никак не могу понять. Как можно с такими возможностями иметь такие рога? Так вот, когда люди приходят в бизнес, получая такие возможности, есть только два шанса не преуспеть. Это просто не начать, или начать и бросить этот бизнес. И все. Я очень горд за то, что мы именно в такой компании сейчас находимся. И еще один момент, который я хочу выделить в нас. Вы знаете, когда мы стартовали, ведь стартовала не только наша компания тогда. Я сейчас не буду говорить про все эти вещи, но в те компании было вложено гораздо больше финансов и всего-всего. Но у нас были амбиции. У нас была мечта. Мы вкладывали энергию в этот бизнес. Мы вкладывали энергию во всё, в каждый день. Мы каждый день не тратили энергию, а мы каждый день его проживали и зажигали следующий день, следующий день, следующий день. И вот эти амбиции, мы всегда хотели иметь очень мощную компанию, большую компанию, международную, с хорошим продуктом, с богатыми менеджерами, финансово состоящимися менеджерами, с людьми, которые очень высокого уровня. Мы хотели иметь большие масштабы, мы всегда об этом мечтали, и мы каждый день работали на свою мечту. И я хочу сказать, что мечта – это не дар Божий. Друзья мои, если у вас есть ваша мечта, это не дар Божий, который спускается с небес по этому космическому порталу. Мечта, ее надо кормить, ее надо оберегать от всяких идиотов, которые пытаются ее там у вас своровать или что-то с ней сделать. На нее нужно обязательно работать. Понимаете, если мечту кормить всякой ерундой, сомнениями, страхом, чем-то еще, она сдохнет, как та кляча, которая на длинной дистанции. То есть она не сможет выдержать в жизни вот этот марафон. И поэтому мы очень гордимся тем, что мы учим людей мечтать. Мы хотим, чтобы люди реализовывали свои мечты в нашей компании, чтобы эти мечты были воплощены. И именно поэтому мы сделали программу «Миллион на мечту». Мы сделали эту фантастическую программу. Вы скоро увидите этих людей. И это следующая атерация сверхбонуса. Там плюс одна звезда – миллион, еще одна звезда – миллион. То есть это более честная программа, открытая, доступная, интересная. В ней очень много жизни, энергии и в ней очень много смысла и философии. И этой программой мы очень сильно гордимся. Вы знаете, что говорят, что с возрастом приходит старость и немощность. Я бы так не сказал, я бы так не сказал. Вот смотрите, мне сегодня 46 лет. В 20 лет, когда мне было 20 лет, я думал, что в 46 лет – это пенсия. Глубокая старость, когда дверь захлопнута. Все. И, знаете, 3 года назад мое тело, музыканта, прошло полный айронмен. Я уже про это говорил. Вот эту сумасшедшую дистанцию. И я вам хочу сказать, что ни в 20, ни в 25, ни в 30, ни в 35 мне близко не было это доступно сейчас. Посмотрите на наших лидеров, посмотрите, как они выглядят. Посмотрите, они с годами не молодеют. Но то, в какой они сегодня в физической форме, то, какие они делают показатели – это просто сказка. Это молодые могут только мечтать. И та же самая, я хочу вам сказать, аналогия с нашей компанией. Когда мы начинали, когда мы выходили в это плавание, мы начинали на маленькой шлюпочке. Маленьком суднышке таком, да? И нас метало, нас швыряло. Мы попадали в шторма. Мы постоянно вычерпывали воду из этой шлюпки. Мы попадали в полный штиль и садились на весла, как на галерах. И гребли, и гребли, не останавливаясь. У нас не было разных навигационных карт. У нас не было огромного маркетинга. Отдела маркетинга, бухгалтерии или чего-то еще. Нашвыряло на эти рифы, да? Мы пробивали свое суднышко и опять его латали. Как у Высоцкого в песне. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. И мы когда… Но с каждым годом у нас суднышка становилась все больше, больше и больше. Крепче, крепче и крепче. И сегодня, друзья мои, за эти 20 лет мы не стали старыми и дряхлыми. Нет, наше суднышко превратилось в огромный корабль, в огромный фрегат. Это такой, знаете, боевой крейсер, это ледокол среди льдов, впереди которого вот эти льды, трудности, сложности, а позади него всегда свобода и счастье. И сегодня молодые люди, которые приходят к нам в компанию, которые заходят на этот борт, которые начинают с самого нуля, с самого матроса, да? Они могут начать с матроса и дослужиться до капитана своего собственной организации. Они приходят уже в надежную, крупную, крепкую компанию, которая их защищает, которая их обеспечивает, которая дает им сумасшедшие инструменты, которая дает опыт лидеров. То есть, приходя сюда, сегодня можно сделать для себя просто потрясающее, фантастическое начало реализации своей собственной мечты. И я за это очень сильно горжусь, то, что мы сделали такую компанию вместе с вами. Поэтому, друзья мои, друзья мои, что касается экспертности, хотели ли мы стать экспертами на сетевом рынке, мечтали ли мы, думали ли мы об этом? Нет. У нас не было такой цели. Экспертность – это производная от слова опыт. Но когда ты любишь свое дело, когда ты в свое дело вкладываешь энергию, когда ты на 110% там, у тебя с годами нарабатывается опыт. И потом уже другие люди со стороны начинают говорить, да, ты эксперт в своем бизнесе. Поэтому я желаю вам, желаю вам энергии, удачи, желаю вам становиться экспертами в своем деле, расти, реализовывать свои мечты. Большое вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok